Мэджик Файв Мы вводим военный стан на всей территории нашей державы Этот шаг может стать началом большой войны Друзья, всем доброе утро Сейчас на часах 7 утра Мы полностью собрали вещи В Украине ввели военное положение У нас, короче, дома полный переполох Я не знаю, будут ли у нас выходить ролики Но у нас строяем военное положение Я не знаю, смогу ли я потом еще вернуться К себе в квартиру, конечно Мы сейчас созвонили с ребятами Будем принимать решение какое-то, что нам делать Куда нам ехать В ближайшее время будут очень большие сложности с роликами Но мы постараемся вас информировать По факту мы находимся в этой стране, в которой уже ввели военное положение Я не знаю, что будет с нами Вполне возможно, что нас просто заберут в армию Мое утро началось с того, что я услышал взрывы И что-то было похоже на какие-то громкие-громкие петарды, фейерверки Затем мне начали названивать все мои друзья, знакомые Говорить о том, что просыпайся Идут выстрелы, летят ракеты на Киев Поначалу ты в это все не веришь Ты думаешь, ну черт побери, ну это же невозможно С чего бы, ну почему В данный момент, когда были выстрелы Я находился в доме Magic Five на четвертом этаже Сразу же быстро собрал все свои вещи И вместе с Настей и собаками Отправились в подвальное помещение Обзвонили всех родных, близких Поузнавали, что и как дела И были в шоке Действительно продолжаются идти выстрелы Периодически затихает Вот сейчас затихло Когда будет следующая волна выстрелов, никто не знает Я поспал где-то один час Очень тяжело вообще соображается Очень тяжело даже дышится, честно говоря Мы приняли срочное решение Собраться все в доме Magic Five Мы сделали все возможное для того, чтобы обезопасить наших родных Я проснулся от звонка Никиты И даже не понимал, почему мне он звонит в 5 утра Пока не прислушался, не услышал на улице Звуки мигалок, звуки полиции Зайдя в новости, я увидел, что в Украине Во многих городах идут взрывы После пятой ранки было чудно выбух И у многих украинских местах Чтобы вы понимали, я вообще сам проснулся от взрыва Я его очень сильно хорошо услышал Потому что я находился именно там, где этот взрыв происходил Недалеко Мы позвали всех наших родных, близких, друзей Чтобы собираться в одном месте На случай, если не будет связи Здесь очень много вещей Я вообще ничего не смог из дома вынести Чтобы собирать документы, самое ценное Людей все больше и больше Приезжают больше родных, больше близких Потому что понимают, что здесь гораздо безопаснее И находиться одному у себя дома Самое главное это паника Паника все больше и больше растет Внизу нашего дома есть полуподвальные помещения В которых мы обустроили что-то по типу бомбоубежища Так как у нас есть дети Мы постарались сделать там некие удобства Вот это да Вы только что видели ребенка Он совсем маленький Он даже не понимает, что происходит Просто вдумайтесь, что сейчас происходит в его голове Я не могу Мое сердце просто не выдерживает прямо сейчас Наши девчонки спят Денька Ну что, ребят, все нормально? Как у вас дела? Все окей? Сейчас еще телек врубим Все вообще супер будет Дор не играет Мы врубим сейчас на телеке какой-то фильмец, сериальчик Здесь мы принесли чайо, воду Да, мы, кстати, взяли вот такие вот штуки Они у нас были заряжены для того, что если отключат свет То у нас, возможно, даже будет свет Запаса воды Воды нужно как можно больше Мы стараемся думать, что еще нам может понадобиться На всякий случай Короче, девчонки здесь готовят еду, так сказать, на первое время Потому что, ну вот это пока наши все запасы, так сказать У нас остались здесь небольшие крупы Я не знаю, насколько этого всего хватит и что будет дальше Но, честно говоря, я вот вчера вечером не поел И уже прошло полдня, и у меня аппетита нет совершенно Ну, как вы заметили, мы, когда зашли туда Мы не можем даже нормально вам что-то рассказать Из-за того, что когда там находятся дети Ты при них, ну, не будешь говорить про то, что что-то не так Ты хочешь их как-то воодушевить Кучить телевизор, я не знаю, чтобы они просто отвлеклись Что еще очень хорошо в этом доме Здесь есть генератор электричества, который работает бензиной Короче, вот здесь вот ты заливаешь бензин Он будет показывать, какой уровень, и у нас будет электричество Мы провели инструктаж для ребят Мы позакрывали все двери для того, чтобы никто не ходил Кстати, очень важная инфа Вот я, например, доехал сюда буквально за 15 минут Только потому, что я выехал практически сразу Как узнал об этом все Олег живет на другом конце города Сколько ты туда ехал? 3 часа Время, которое я еду на работу, это 25-30 минут Сегодня я ехал 3 часа в 6 утра Очень много ДТП Люди едут по встречной дороге Абсолютно полное нарушение правил дорожного движения Потому что царит полный хаос и паника в данный момент Я хочу сказать, мне очень повезло, что я заправил машину Потому что я сразу же выехал, когда мне позвонил Дима Просто чудом успел на заправку Кстати, еще Диман заранее подумал про то, что нам понадобится бензин Я с Кабар поехал и купил очень много бензина На данный момент это очень ценный ресурс Вот здесь в кладовке у нас есть как визельный Так и обычный бензин Порядка 12 разных канистр И это при том, что мы забрали все, что были в наличии Самое стремное, когда ты просто выходишь на улицу Что-то слышишь, как летают вертолеты, какие-то самолеты реактивные Что-то пролетает мимо, сразу же все бегут вниз туда Наше бомбоубежище Прямо сейчас был слышен какой-то хлопок Что он значит, что происходит Неясно Так, нам нужно срочно перейти в дом Потому что находиться здесь небезопасно И первым делом нам нужно перепарковать наши все машины Потому что нам кажется, что эта машина не очень сильно привлекает внимание И во-первых, мародеры могут забивать Отсюда может просто что-то прилететь Мы сразу же обратились к людям, которые опытные, военные Мы поузнавали, как нужно себя вести в таком положении И вообще услышали инструктаж о военном положении Что делать, как себя вести и так далее Самое сложное было потрясение для меня Это тогда, когда я позвонил своей дочке Которая находится в 30 километрах от этого дома И я говорю Манюнька, все хорошо Это салюты На самом деле все хорошо Она говорит Пап, ты чего? Это же война Это безумно такое трудно слышать от своего ребенка Потому что это дисбалансирует полностью Добраться сейчас я к своему ребенку не могу Но он сейчас в безопасности Мой ребенок сейчас в безопасности Но на сердце все равно тревожно Связь прерывается Не всегда можно дозвониться Я надеюсь, как она лучше Дай бог, все будет хорошо Мы с ребятами полностью организовались Собрали все припасы в одно место Собрали все тревожные чемоданы Все документы, деньги И ждем новостей, чтобы понимать, что делать дальше Или находиться здесь Или все-таки надо ехать В нашей стране официально ввели военное положение Честно, это очень страшно Такое наблюдать Мы не знаем, насколько это все затянется И вообще, мы снимаем через себя Только потому, чтобы вы про эту ситуацию узнали Мы сегодня проснулись с мужем в 5 утра От громких взрывов Их было где-то 3-4 Самое страшное было то, что они приближались к нашему дому И в определенный момент мой муж сказал о том, что нужно собираться Уезжать в другую сторону Соседям в 6 утра забежали мародеры Как только объявили, что происходит что-то плохо Они выбежали искать еду Потому что у них ничего не было И буквально за час они вышли в 6 утра Они вернулись в 7 И у них был перевернут абсолютно весь дом Выглядело это очень страшно Позабирали кучу всего И пытались открыть сейф В котором было, как я поняла, какое-то оружие Вот этот чувак, с которым мы общались Забрали ключи от сейфа Потому что его не успели открыть И он не мог добраться к своему же оружию По факту на улице даже более опаснее, чем то, что вообще происходит Свои же люди, которые под влиянием паники И под возможностью какой-то наживы и так дальше Люди превращаются в мародеров Начинают переворачивать все вокруг Воровать, оборовать Чтобы вы понимали, даже сейчас У меня с собой просто рядом оружие Потому что все люди, которые околовоенные Говорят об этой важности И о том, что не выходим на улицу Закрываем окна, двери Находимся в помещениях, где нет стекол, окон И не открывать двери никому Как минимум 2 дня Вот, ребят, посмотрите Мы только недавно сделали ремонт Мы сделали Magic 5 Production Дима Евтушенко Мы наклеили Как бы вот все готово к работе На часах сейчас 2.30 И никого нету Мы наших друзей позвали Чтобы они могли укрыться от, я не знаю, каких-то снарядов Потому что реально слышны взрывы Самое страшное, что нам придется просто это все оставить Просто представьте У людей есть дома, машины, имущество Просто это их земля И все сейчас массово сбегают со стороны Самое интересное, что у нас По сути тоже нет никакого выбора И даже выбор сбежать, его тоже нет Потому что на просто на всех выездах везде такие пробки Что стоять по 10 часов в километре отсюда Просто сидеть в машине Ничем не лучше и вообще не безопаснее Буквально вчера я играл там на гитаре Играл в PlayStation И никто не мог подумать, что это может быть наяву И это сейчас, друзья, просто новая реальность Поэтому молитесь, пожалуйста, все за Украину Смотрите все за нас из-за того, что мы не знаем, что с нами Что с нами будет И я не знаю уже, на что надеяться Причем еще самое страшное, что люди просто выбегают со своих домов Они забирают все самое ценное И ты видишь просто огромное количество людей, которые выходят с чемоданами Слышал? Да, так что как будто бы кто-то говорил в громкоговоритель с той стороны Вот, слышите? Как будто что-то передают Они говорили про эвакуацию Срочная эвакуация Мы пойдем мониторить новости Но по факту, так как мы не можем уехать Нам нужно подумать о еще большем количестве запаса бензина И о еде Каким-то образом нужно ее достать Поэтому прямо сейчас мы отправимся именно туда Единственное, что очень сильно пугает меня Это то, что рядом с нами находится электричество Как вы всегда знаете, такие вещи, они чаще всего и бомбят Офис наш сейчас выглядит примерно вот так Это склады вещей, склады воды Склады припасов и так далее По правильному мы сейчас должны уходить все подальше от окон Поэтому я буду покидать это помещение Потому что находиться в помещении, где рядом стекло небезопасное Очень тяжело соображать На душе очень тревожно За родителей, за семью, за дочку Очень трудно И рядом еще и Настя Которая иногда дисбалансируется эмоционально Очень трудно за этим всем наблюдать Потому что кто как не мы Должны сохранять спокойствие На нас огромная ответственность А это трудно Мы сейчас с Димой постараемся выехать Показать вам, что творится вообще на заправках Потому что у нас машина по нулям Полбака нету, поэтому хочу заправиться на всякий случай Полбака есть, чуть-чуть не хватает У меня запас 244 километра Я доеду максимум от Киева до границы Половину я проеду Сейчас поедем заправим ее И посмотрим, как обстоят дела У нас сейчас 15, 29 Пробки начались с 7 утра И вот прошло уже порядка 8, а то и 9 часов И мы сейчас едем на разведку Надеемся, что все будет хорошо Потому что буквально полчаса назад В Гастомеле в аэропорт летело несколько ракет Чтобы вы понимали, он лес, видите? Вот за тем лесом Километров 5-6 Ну то есть это очень близко Вот там прилетели ракеты Это все происходит прямо вокруг нас Да, сейчас покажу вам, что вообще творится в городе Что вы как? Нормально все? Да, вроде Не паникуете? Все доброе Не сможешь, чтобы было нормально Все будет доброе На заправочку Если что-то потребного Подождите Артур, мы расплачиваемся, сможем только наличкой Кстати, вот это очень хорошо просто У меня просто на карте В целом люди, я вот смотрю, еще ходят на улицах Машины стоят Но мы во дворах, подожди, мы не выехали еще Да, мы не весь Киев покинул город Но поверьте мне, сейчас сотни тысяч Не 10 человек, не тысяча, не 10 тысяч Сотни, 300, 500 тысяч человек Направляются в сторону Польши Слева от нас хорошо видно поток машин Которые направляются в сторону, но как раз таки Выезда из Киева в город Эрпень Смотрите, а в центр просто никого Все пытаются выехать Это цветочки То, что было утром в 7-8 утра Здесь просто стояли машины Это вот только сейчас они поехали Только сейчас они двигаются Все остальное время они просто стояли Количество людей было сумасшедшее Вот мы заезжаем на заправку Вот одна очередь И вот там вот с другого заезда вторая Мы сейчас засечем Давайте я поставлю Вот мы заехали Сколько нам понадобится времени, чтобы заправиться? Где-то на 20% поднялись цены на бензин Вон я уже вижу через окошко Большое количество людей стоят в очереди Прямо сейчас сигнальными мигалками Проезжает военная техника по дороге Мы все еще пытаемся заправиться Есть шанс, что у нас просто не хватит на нас бензина Потому что эта штука заправляет каждые полчаса эти канистры Везде сирены, кота, хрена, скорая помощь И все в панике Сначала подошел работник заправки Сделал вот так И вот сейчас дядька ходит и тоже показывает Типа вот так, вот так Не понимаешь, что это значит Типа бензин закончился или что они имеют? Здесь просто забито все нахрен Продукты пытаются покупать все максимально Чтобы с собой забрать в машину У меня не получилось это заснять Но там было сказано, что 20 литров это максимум Слава богу, можно платить пейпасом Очереди уже практически вообще нет Единственное, что меня смутило Они сказали, что 20 литров максимум можно заправлять Да, да, это били везде Потому что слишком много машин Чтобы типа а-ля всем хватило Но мне по идее как раз До полного меньше 20 будет Секунда я Первая колонка 95 Там меньше 20 там за полного там Мы там ждем хот-доги, но так как всем остальным тоже нужно заправляться Я уже отгоню машину Вот так вот Поставил, правда, на инвалидное Но сори Я просил написать нам список И сейчас мы постараемся все это купить Но я думаю, что большинство позиций просто... А, кстати, мы только выехали заправки 34 минуты заняло у нас заправиться Еще неплохо Люди настолько спешат, что врезаются в друг друга Это все паника, ребят Самое главное в таких ситуациях... Сохранять спокойствие Официальная информация Сейчас не приезжает полиция на ДТП Полиции есть чем заняться И вот то, что сейчас происходит на дорогах Это то, что дестабилизирует нашу страну В данный момент лучше уже сидеть дома Не паниковать, сохранять спокойствие И самое главное думать о своих близких Потому что, поверьте, выезжать и делать суету И спешить куда-то, ну, ребят, больше подвигаете опасности Остальных людей на дорогах Впрочем, мы решили с Димой все-таки не терять время Заехать вон зеленая такая штука Это Новос, это наш самый большой супермаркет на районе И я думаю, если там что-то есть Мы то что-нибудь заберем и купим Вот смотрите, идет дедушка, да? Вот каким образом ему убегать, спасаться? Что ему делать? Здесь у него кто-то, кто может им помочь Стоят дети у нас в подвале Дети должны переживать войну Жесть, посмотри, что творится при входе Давай заедем на паркинг Походу отбой с этим Новосом Потому что он... Очередь с улицы стоит? Припсулиц, и толпа людей с улицы просто Просто посмотрите, какая огромная очередь Честно, ладно, там очередь в супермаркет Но Макдональдс за что было опечатать? Ну, самое дорогое забрали просто, ну реально Лучше уже относиться в любой ситуации с юмором Чем разводить панику и сеять один негатив Но мы сейчас даже не понимаем, какой ближайший супермаркет Машины стоят А это, заметьте, это еще не главная дорога Это выезд на эту главную дорогу Это они еще так на повороте уже стоят Охренеть, просто куча машин Это все, потому что вот здесь уже начинается выезд из города Так, что у нас творится в Вэл-маркете? Вроде заходит там Да, погнали Какой-то срач уже Ну, пока что-то есть Радик у колбасы Хлеба сейчас еще найдем Нам на самом деле еще повезло Видел очень много фотографий того, что на полках ничего нет В Вэл-марте еще очень много товаров Мы заехали в суперудачный магазин Привет, девушка, она отгодна с вами сфоткать Давай, давай Да не переживаешь, нормально О-о-о, объем лазки Я реально сейчас нахожусь в шоке Что в этом магазине так много продуктов Если так случится, что мы будем в Киеве еще целые сутки Ставьте под этим видео, не знаю, 300к лайков И завтра мы поедем и снимем вам Что происходит на второй день Будет ли магазин так же полон всех товаров Болки с крупами разными Рис, там, гриль Просто понял, еще не все поняли Уже все пустое Просто до конца, видите, все? Да, мы еще успели куда-то Сзади меня хорошо и отчетливо видно очередь в банкомату Все пытаются снять деньги, чтобы получить хоть какую-то наличку и уехать Но охраннику нужно найти этот хлеб Я думаю взять какую-то булочку И с колбасой будет нормально А вот, посмотрите, я пришел взять хлеб Просто Просто все пусто Тут всегда очень много забитых полочек Потому что здесь свое производство хлеба Все Пусто То есть все будет пустое Хлеб еще теплый То есть охранник будет очень доволен Стоимость Да, 10 Короче, 11 гривен за хлеб Обычно это кровосыточный магазин А сегодня он работает с 6 до 8 Мы про охранника не забыли, Дим Скорее всего, да, ты ему передашь Как и обещали Блин Что мы будем еле вам? Не, что? Охранят А ну нам оставь Охранят А ну вам Все, а ну вы руки Данная ситуация, как говорится, сближает Поэтому мы стараемся помогать всем, кому мы можем, кого знаем Думайтесь, вот этот охранник, он охраняет вообще вход на нашу территорию Если даже и будет какое-то вторжение, то он первый, кто пострадает просто Дети плачут, вот скажите мне, почему Ника плачет Остановитесь, пожалуйста, все Абсолютно все, пожалуйста, остановитесь Я и мои подбородки все просят вас об этом Пожалуйста